Здравствуйте, приветствую вас на Wall Street Online, рассмотрим основные фьючерсные рынки и с вами Мишель Мах. Начнем мы с событий, которые ждут нас на следующей неделе. Их достаточно много, но перед этим нужно подытожить отчеты, которые были на этой неделе по крупным финансовым организациям, компаниям. На этой неделе читались JP Morgan, BlackRock, Stigroup, UnitedHealth, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, US Bancorp, также Morgan Stanley и Банк Нью-Йорка. Практически все читались в рамках своей доходности квартальной, то есть доход текущий и доход прошлой периоды я сравнил по основным позициям JP Morgan, Stigroup, Bank of America. Единственный банк, который считался хуже ожидаемого прогноза, и я посмотрел специально хуже предыдущих периодов, это был Bank of America. Остальные, особенно UnitedHealth, очень неплохо заработали относительно своих предыдущих кварталов. И JP Morgan, он в рамках своей доходности, но у него все как раз выше, отчет выше ожидаемого. Все остальные банки положительные выше ожидания отчета. Возьмите это на заметку. Это для тех, кто, важно, кто торгует акции или же, допустим, индексы с на 500. То есть банки считались позитивно, кроме Bank of America. У него где-то на 5 ярдов просила доходность. В среднем 28, он даже 5-7. На следующей неделе нас ждут такие отчеты компаний. Ну, Transneft, естественно. Потом IBM. IBM. Это отчет будет, кстати, в понедельник. Далее нас ждет отчет Tesla в среду. Потом About Labs. Обязательно проследите. Капитализация высокая. Также будет из популярных NASDAQ. Отчитается биржа. Northern Trust. KCorp. Потом NLMK будет отчет. Это все в среду. В четверг Северсталь. ММК. Также будет. Это в четверг Intel. И в пятницу American Express. Ну, вот самые такие капитализированные. Это Intel. Потом отчет будет Tesla. И About Labs. Ну, самая важная неделя отчетов непосредственно на этой неделе произошла. Значит, на следующей неделе нас ждут такие события. Обратите внимание, что в последнее время председатель Евроцентробанка Лагард частенько выступает с каким-то речью, докладом. Будет выступление в воскресенье. Также будет в понедельник выступление Лагарда в 15.45. Примерно в 15.45 в 16.00 он выступает перед публикой и с каким-то докладом. Значит, важное событие касаемо понедельника. Будет еще ВВП за третий квартал Китая. Отчет будет в 5.00 то есть поздно утром рано утром. И также будет выступать господин Паук глава ФРС также будет в понедельник в 15.00. Через 45 минут выступает за ним Лагард. Так что, может быть какая-то качка. Будьте внимательны. Значит, во вторник будет протокол по заседанию кредитно-денежной политики Австралии и очень важный момент базовая кредитная ставка НБК. Китай 4.30 вторник поставьте себе напоминание если у них сейчас 3.85 они понижали последнее время как раз в начале пандемии коронавирусной и они немножко понизили процентную ставку у них длительный период не понижалась процентная ставка но сейчас 3.8 Значит, также будет отчет количества выданных разрешений на строительство в сентябре ну это уже не столь критично даже если будет чуть ниже и на среду у нас запас стройнефти это из вот ключевых моментов также будет выступление в четверг господина ну вот главы банка Англии Бейли и по США отчет первичных заявок на получение пособия по безработице это четверг то есть и в пятницу у нас идет немного отчетов по Новой Зеландии а именно индекс премьерских цен Британия начнет отчитываться по объему розничных продаж очень важный отчет и Германия в 10.30 индекс деловой активности напомню это пятница 23 октября также индекс делового климата будет в 11.00 это по Германии Британия еще отчитается по индексу деловой активности и индексу деловой активности в сфере услуг но эти события будут уже вторичные в 13.30 в пятницу 23 октября извините отчет Центробанка Российской Федерации по процентной ставке час 4.25 ожидается на том же уровне могут удивить и понизить еще а могут и не понизить то есть в принципе последние процентные ставки без изменений были по большинству банков и соответственно на следующей неделе напомню Китай процентная ставка и Центробанк Российской Федерации в общем-то все ну и много выступают главы и важные чины Британии Америки и Евросоюзом начнем мы с CL по традиции и здесь стоит отметить что за эту неделю непосредственно ну во-первых переход контракта сейчас вот уже оборот идет 128 тысяч 191 тысяча была вчера оборот общий открытый интерес естественно сейчас идет на приток сейчас уже 418 по отношению к прошлому дню набирают позиции уже как бы вторую неделю но хороший приток позиций был непосредственно 12 числа скачок был почти на 30-25 тысяч потом еще на 20 тысяч 13-го и неплохой скачок еще остался вот 14-го числа потом мы шли без изменений то есть 3 дня вот эти был прирост по позициям хоть там и обороты небольшие были особенно вот важно 14-е число тут большие обороты были и по дельте даже с учетом небольших оборотов обратите внимание какая локация по поддержке мы ее естественно выделяем 39-55 39-85 этот уровень вчера даже тестировали и по тем же практически ценам прошлись байеры отстояли коридор я бы еще поднял вот диапазон до 556 дельты на 39-95 почти до 40 дотянули также обратите внимание что в четверг оставили 647-9 контрактов по дельте пятница пока не осмелилась пробить этот уровень возьмите на заметку если так и не будут атаковать вполне могут проверить и 41 с половиной а то может быть и 42 но в целом 4 дня для боковика это еще терпимо но обратите внимание что покупали они в принципе уже и на прошлой неделе там где небольшой оборот был теперь возьмем склейку посмотрим относительно на фоне прошлого контракта прошлый контракт естественно заканчивает свою деятельность и вот на стыковке контрактов сложнее всего варьировать данными с одного контракта и соответственно с другого при склейке контрактов то есть данные прошлого контракта и вот но здесь получается у нас 15 числа было по 1156 контрактов на покупку то есть так как там выходят естественно при таком снижении и на пятницу уже в принципе объем перешел больше на новый контракт на региабрьский соответственно локации на поддержку немножко смещены на фоне прошлого контракта но этот уровень уже неоднократно отстаивали байеры напомню что 6-7 числа здесь была поддержка плотная также на этой неделе вот понедельник они удержали уровень и пока вот четверг протестили тоже самая активность была поэтому обратите на это внимание после если удержат этот уровень хотя бы вот первый сценарий это 40.35 даже не посмеют тронуть соответственно у нас остается просто пробитие 41.5 как чисто психологический уровень ценник сейчас вот я сейчас подгружу данные без клейки чисто декабрьский контракт получается ценник у нас практически у максимума пятницы стоит ну еще не вечер но в целом по итогу недели вот даже если взять чистом виде эту текущую неделю без даже прошлых то есть так как весь объем только появился на этой неделе у нас есть две цены это 49 и 41 с итоговой дельтой за вот эти три жесточайших дня на покупку вот эти две цены возьмите на заметочку особенно 40 и 9 то есть если будут удерживать цену выше этого уровня поддержки вполне могут толкнуть выше но обратите внимание что произошло 14 числа здесь очень плотный коридор шертов и я бы даже выделил диапазон 40.95 по 41.25 в качестве уровня возможного сопротивления по ликвидности вот если поставить самое ликвидное 15 числа сегодня пока 129к чуть поменьше ликвидность но очень плотно простояли они коридор с 48 по 41.1 топовая цена 41.1 естественно сумма за 3 дня здесь как раз на проторговали порядком 29 тысяч контрактов но это не топ для сельки он еще просто не перешел полностью на новый контракт на следующей неделе с понедельника все уже спекулянты нефтитрейдеры будут работать на новом контракте это было сель двигаемся дальше еврик и так здесь у нас сейчас мы немножко подкорректируем по ликвидности идем в рамках прошлой недели без особых каких-то скачков никаких аномальных всплесков активности спекулянтов не было ровно 160 130 к в течение недели по открытому интересу у нас идет снижение обратите внимание как мы падаем по открытому интересу это текущий контракт он еще активный он еще то есть очень просели и вот это снижение как бы встретили судя по всему фиксациями шарты выходят поэтому здесь очень много уровней на по дельте на покупку вот обратите 16 тонн 17 ценник все равно остался примерно посредине коридора пятницы то есть не ушел на коррекцию относительно недели ну в целом по ценам недели вот за неделю мы так и остались на минимуме недели и как раз цена вернулась к уровню поддержки который сформировали еще в конце сентября вот эти диапазоны которые были здесь формированы здесь следующая неделя ушла с этих уровней и создала такую достаточно волатильную активность и вот мы сейчас корректируемся обратно к этим же уровнем ну посмотрим возможно здесь снова идет поддержка и этот уровень я думаю нужно выделить здесь по 1300-1800 контрактов полторы это уровни поддержки и 17 ну 1 17 3 тысячи 16.95 почти 2 полторы на 16.75 я отметил уровень это уровни поддержки по сопротивлению относительно этой недели вот то что оставили в пятницу диапазон сопротивления точно стоит 183-184 берем как сопротивление и с него как раз текущая неделя и порядком четырех дней шла на снижение значит дельта давайте посмотрим по дельте 5300 это было в четверг 7300 это было во вторник и судя по всему базовая стандартная дельта под полторы тысячи ежедневно вот остальные то есть в целом из пяти дней три дня были на покупку и открытый интерес исходя из этого еще и шел на снижение то есть скорее всего выходили и вот давайте более точно проверим какие дни был самый большой сброс то в целом в принципе вот без изменений только последние два дня а так в целом открылись на 640 потом 636 подождите сейчас 640 36 и 630 снижение есть но не критическое но оно имеется сопротивление относительно всего контракта 18 55 187 это еще первая неделя которая была на открытии нового контракта сейчас я подгружу предыдущие дни да вот она и в этот уровень number one то есть это для более среднесрочных долгосрочных целей вот пробить этого диапазона уже открывает зеленый свет для похода на 1.2 это был еврик двигаемся дальше золото по золоту обратите внимание что мы пока удержали уровень 18.94 вернее да 18.98 18.91 две такие цены прям очень выделяются согласитесь и тут стоит обратить внимание на то что в четверг и вторник ядро техни как раз на самом минимуме практически дня формируется похоже активность наблюдалась еще на прошлой неделе ну в целом на золоте это достаточно распространенная схема то есть вот на расторговке недели вот у нас получается массив и здесь идентичная картина и пятница немножко как бы пошла на расширение ну вот обратно по открытому интересу вы видите что хороший приток как хороший относительно на фоне недели был приток четверг и также неплохо начала неделя вот 451 тысячи под открытым интересом здесь сейчас клейка идет мы посмотрим по объему обороты сегодня не очень то есть слабенькие три дня фактически вот среда четверг и пятница стоят в очень плотном коридоре в районе 19-18 по 18-94 и пиковый день у нас получается 13-е число основной объем вот в ядре этого числа как раз в основном был на покупку поэтому уровень поддержки еще также отдельно выделим 18-95 по 19-01 это со вторника до сих пор удерживает этот уровень не пускает ниже по сопротивлению естественно берем коридор 19-24 19-30 пока мы еще его не тестировали но я думаю время на следующей неделе недолго стало ждать так по если пробивает уровень 19-5 по 901 непосредственно сценарий на покупку стоит отложить первая еще ступень это 18-77 75 и уже конечная 16-90 18-65 по 18-62 это вот непосредственно по месяц тому назад то есть примерно по конце сентября это было золото опять уходит боковик и это прям для спекуляции не очень хорошо значит по дельте обратите внимание 12-го числа 5300 4,5 это на продажу и практически нейтрально в среду так в принципе по активности и была покупка и такая же собственно продажа на сегодня взаимоперекрываемые торговые дни все будет зависеть от того удержит этот уровень 19-01 ну край это 3-8 вот если по поддержке брать до 3-8 ниже в принципе не стоит даже ждать попутного ветра на север то есть если атакует уже четвертый день этот уровень то вполне могут его пробить протестировать как как минимум до 18-77 это было золото следующий тикер S&P и так вот как реагировал индекс на этой неделе у нас по дельте 12 число 19 тонн 20 дельта на стороне байеров 10 вчера и сегодня уже практически добрались до уровня вчерашней торговой сессии нейтральная была в среду значит если вы посмотрите на график то обратите внимание что на поверх графика торговых дней на дневном таймфрейме сейчас отображается класса профайл видно такая как бы полупрозрачная профильная составляющая это кастомный можно выделить определенную область на графике и получить непосредственно профиль как объема так и дельты сейчас вам покажу вот снизу есть статистические данные статистические данные тяжело бы говорить это слово здесь у нас оборот 6,8 миллионов за всю неделю и дельта подчеркну 57 тысяч контрактов на стороне байера хотя неделя 4 дня так неплохо корректировалась значит с учетом того что отчитались практически все финансовые структуры с положительной квартальной отчетностью результатом 7 7,2 миллиона оборот был в конце сентября начало октября мы встретили 6,8 и прошлая неделя была под 5 миллионов в оборот общий по последним неделям текущего контракта практически все итогово были с дисбалансом на покупку единственное вот нейтрально у нас получается конец сентября неделя и первая неделя контракта у нас была с перевесом на стороне продавцов 61 тысяч контрактов это общая за неделю вот у нас получается раз, два, три, четыре, пять недель мониторится обратите внимание что с 7 даже можно сказать с 4 октября как начали активно удерживать контроль байеры буквально один день был на стороне селлеров но там снимались топори без этого никак на всех рынках такое частенько можно встретить и еще был нейтральный день это 14 число то есть по сути в четверг даже относительно среды шел на снижение но дельта все равно было на покупку и пятница сегодня это подтвердило это срез непосредственно по неделям теперь давайте детально текущую неделю посмотрим по открытому интересу здесь в принципе без особых каких-то изменений начали неделю 2.4 закончили неделю 2.4 соответственно идем без притока особого то есть один день открывает позиции другой день фиксируется обычная практика на S&P 500 и так ядро контрактов забыл совсем сказать здесь находится на 33 53 то есть это вот коридор по 33 22 непосредственно вот эти две недели которые торговались в одном коридоре они сформировали сори вот у нас ядро 33 68 33 22 топ у нас прошел по 33 38 это цена с максимальным объемом также не стоит забывать про вот эту очень классную торговую неделю 32 24 32 38 здесь можно ядро недели смело брать в качестве поддержки с этих уровней отлично ушли на байер теперь по дельте опять подчеркну что с 4 октября идет дельта в основном на стороне байера на этой неделе даже вопреки тому что идет снижение торговых дней вы видите что дельта идет на покупку то есть скупали все что даже вот корректировалась соответственно на это стоит обратить внимание ну и дельта 57 тонн но по остальным неделям буквально первая неделя была с такой высокой дисбалансировкой ликвидность идет полтора миллиона миллион шестьсот пиковая то есть ну нельзя сказать что это прям какая-то критическая ликвидность больше ликвидности было в начале контракта по 2 с половиной миллиона это пиковое значение было также 21 сентября вот на самом минимуме оттормозили продажи ну и вот 2 миллиона 170 это уже как бы точки над и завершение как бы контроль цены со стороны селера и разворот на следующий день сразу же ушли ну и с гэпом небольшим открывается следующей неделе то есть принципе вот неделя идет в рамку в рамках рабочие обычная ликвидность даже с учетом того что неделя была с отчетов банков теперь немножко поближе сейчас масштабируем текущую неделю левая часть отображает ликвидность по ценам в каждом кластере а правая часть зеленый красный фильтр это непосредственно дисбаланс байеров целеров по пятнице вы видите что основной объем которого торгуется нас идет ядро пятницы больше фильтров на стороне байера дальше четверг у нас вот эта часть тут и байер и целеры достаточно так смешанный среда основная часть ядра также на байер очень плотный коридор здесь можно выделить и непосредственно ядро понедельник тоже были байеры значит по неделе давайте вот срез за неделю раз возьмем вот эту кастомайзер и включим режим дельта так поменяем прозрачность немножко на более чтобы вам видно было это срез именно текущей неделе то есть вот как распределилась дельта на ценовом коридоре за все пять дней как вы видите тут даже без какой-то особой фильтрации видно что очень плотные коридоры именно покупателей стоит отметить на максимуме очень активно на табли от ну отреагировали на диапазон 35 35 35 33 целеры также был достаточно мощный 35 25 стоит взять на заметку и плотничок неплохой был у нас получается от минимума начиная с 34 70 вплоть до 34 90 20 долларов сплошной дисбаланс на стороне байеров это вот коридор который в целом на следующей неделе по идее должны удержать если уходит ниже этого коридора я бы подождал с покупками либо же просто в кэше остался до вот 35 25 по сути там с переменным успехом еще плотный коридор можно выделить 35 10 по 35 21 это был и сыпи и напоследок российский рубль обратить внимание что обороты немножко просели по ликвидности последние ну вот по последней активности также в волатильность немножко просела по текущему контракту если посмотреть сейчас выключу склейку стоит выделить коридор агрессоров на продажу это 78 300 и вот это у нас 190 тонн на 78 350 и можно даже тут 39 69 30 ну целом до 78 600 очень плотный коридор очень ликвидной дельты на продажу затем идет коридор такой достаточно плотненький этот 79 300 79 750 этот вот тот след который оставили селеры пока этот коридор удержали тестировали на прошлой неделе и на этой неделе у нас вот если взять по трем семерочкам и до 378 05 тут пока штаб байеров вот особенно видно по началу недели здесь три дня прям в одном коридоре просто от всех собрали уровень повторно уже проявляет свою активность по открытому интересу здесь что самый вот стоит выделить это открытый интерес как вы видите фильтр подсвечивает 2 и 9 миллиона это пиковое значение от текущего контракта и в целом открытый интерес был буквального до четверга на снижение резкий скачок то есть четверг открыли приличное количество позиций и сегодня фиксируется поэтому вот эти шарты которые вы видите вполне может быть просто фиксация по завершению торговой недели и если бы не дельта которую мы видим с вами это почти 200 85 тысяч контрактов похоже активность наблюдалась вот здесь в конце сентября тоже был рост накануне то есть вот предыдущие периоды и очень жесткий дисбаланс именно такой же самой дельты 285 тонн ну а я округлил немножко соответственно возьмите на заметку то есть пятница соответственно это действие той же самой команды которая была и в конце сентября вот эту неделю закрывал амплитуда снизилась но в целом сессии 12 14 число перевес на стороне байеров а вот целеров здесь прям очень 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 также стоит обратить внимание что вот эта сессия где было двести восемьдесят шесть тысяч контрактов дельта непосредственно сам коридор который за и защищать ну вот разместили продавцы его так с на следующей неделе и не пробили вот это уровень сопротивления до сих пор он имеет значение поэтому его тоже стоит выделить 79 грубо говоря там даже 78 950 это уровень сопротивления и напоследок немножко информации нас под котировочки это томик значит по ликвидности очень слабенько обратите внимание вот пиковая ликвидность тоже скачок был на неделе это 3 миллиона 15 числа шли достаточно так аккуратненько и по дельте вот сейчас какая активность кто наблюдает волстит онлайн регулярно может вспомнить что вот чтоб так прям дельта постоянно шла на стороне селлера было очень но может на пальцах посчитать а то может и никогда поэтому обратите внимание вот 5 5 15 число очень мощный скачок резко на стану не самый пиковый но появление и из пяти сессий 3 на продажу на прошлой неделе подчеркну были практически все сессии значит уровень сопротивления 78 55 копеек по 78 70 и плотный коридор уже итогово получается у нас 77 50 копеек по 77 ну почти под 78 то есть пока ценник болтается в верхней границе этого сопротивления и если у них получится то должны толкнуть как минимум за 77 50 противном случае если возвращается цена вот на уровень вот этих покупок которые были 15 числа могут атаковать 78 еще раз поэтому будьте осторожны но сам факт что вот этот рост идет на слабой ликвидности хочет она есть с вами был миша лима хвостит онлайн всего хорошего до свидания пока